Привет, меня зовут Игорь, и в этом видео мы с вами поднимемся на обсерваторию World Trade Center, которая находится прямо надо мной. Поэтому оставайтесь, я дам кучу разных ссылок, расскажу про советы и отзывы. Это наша уже четвертая поездка в Нью-Йорк. А я уже купил заранее билеты онлайн на Get Your Guide, ссылку я, кстати, оставлю внизу. Вот он так выглядит. Это далеко не первая поездка в Нью-Йорк наша, поэтому были на разных смотровых здесь с друзьями. Например, Empire, Rockefeller, The Edge. Это видео будет дополнением к тексту, поэтому переходите в текст, смотрите и принимайте решение, какую смотровую вы хотите посетить. А мы с вами отправляемся на World Trade Center. Я прохожу ряда музея 9.11, точнее, мемориал-музей, в котором мы тоже были. Билеты набрали на официальном сайте, тоже Get Your Guide, который продает билеты. Чтобы найти вход, нужно обойти рядом с музеем 9.11 здания и зайти сзади. А, видите, даже как интересно. Emilia Entry прямо сейчас, то есть получается 63 доллара. А чтобы, типа, по записи, типа, нужно купить, он 43 доллара стоит, и все равно дороже, чем купил я раньше онлайн. Просто сейчас просканировали билет на входе, вот здесь вот, и пустили внутрь. Даже не надо ничего распечатывать, это очень удобно. Так как я один поднимаюсь, мне сказали, что весь лифт мой. И сейчас мы будем смотреть представление, скорее всего, какое-то. Прям идеально. А, да, смотрите, я смотрел на ютубе, как строился Нью-Йорк. Как застраивался Манхэттен, получается. Вот постепенно мы поднимаемся наверх, и возникает город. Вот Бруклинский мост возник. Смотрите, здесь прям полностью 360 практически. Вот можно увидеть другую часть Манхэттена. Вот, получается, вид на Бруклинский мост. Вот мы поднимаемся рядом с небоскребным, которые исчезли в 2001 году. А вот, типа, как строится наш World Trade Center. Welcome to One World Observatory. Выдают такие специальные штуки, типа полупланшеты. Но они стоят 15 долларов, поэтому убрать их нет смысла. Они показывают только какие-то точки, и вы можете, допустим, тыкнуть, когда смотрите, например, вид, вы можете тыкнуть это здание, и вам покажется история этого здания, как оно называется и так далее. На мой взгляд, 15 долларов это не стоит. Разумеется, как и на всех таких достопримечательностях смотровых, есть фотографии, которые стоят, скорее всего, кучу просто денег. Вот такие фотографии получаются через фотошоп. Мы проходим вот дальше, где вот как раз уже стоят люди, и, скорее всего, здесь начинается смотровая. А вот там вот мы сейчас остановились и живем. Отсюда ходят паромы, получается, прямо до Уолл-стрит, вот досюда внизу. И этот остров тоже, не помню, как он называется, я сейчас подпишу. На нем мы были в прошлую поездку, ходили, гуляли по нему. Туда можете есть бесплатно. Мы плавали вчера на остров Статуи Свободы от Баттери Парка за 25 долларов. Вот он виднеется. Который, кстати, советую тоже посетить, потому что посещение Статуи Свободы, если вы покупаете билеты онлайн, там точно входит посещение музея. И музей очень классный. Он про эмиграцию и рассказывает все до текущих прям дней. И это Нью-Джерси, в котором мы жили, кстати, с самой первой поездки. А вот здесь, если вы приедете и захотите погулять, я вам советую здесь погулять. Это такая набережная, которая идет вот отсюда, откуда, и она наверх туда идет. Наверное, основное, что нужно знать про эту обсерваторию и про эту смотровую, что у нас закрыто. То есть, например, если вы будете подниматься на... Где я тоже еще был, кстати, на Рокфиллер, там она будет открытая частично. То есть, вы там можете высунуть условно руку и сфотографировать. Ну и, разумеется, здесь есть кофейни, здесь есть разные сувенирные штуки. Я их пропущу, поэтому только вам покажу немножко кусочек. То есть, здесь можно, в принципе, посидеть и поесть. Виды, конечно, здесь просто охеренные. Я был на Рокфиллере, и виды здесь круче. Вот так, у меня не видно. И виды здесь круче, чем на Рокфиллере. Просто на Рокфиллере можно высунуть руку и сфотографировать на открытом воздухе. Когда вы будете спира наверху, вы приходите оттуда, вы просто сразу спускайтесь вниз. Вот это Бруклинский мост маленький, вот это Манхэттенский мост. Здесь куча известных зданий, на самом деле. Здесь рядом Уолл-стрит находится. Мемориал 9.11. Вот это Окулус, который тоже советую посмотреть и сфотографировать. Кстати, с смотровой можно понять, как сильно застроен Манхэттен, и что вообще никаких мест свободных практически нет. К сожалению, центральный парк отсюда не виден. Поэтому, если вам важен центральный парк, то лучше покупать билеты на Рокфиллер обсерваторию. Он максимально Рокфиллер центр обсерватория. Который тоже продается, на самом деле, на Get-Rue Guide. И в прошлую поездку мы покупали именно там. Вот вам еще один вид. Вот отсюда уже открывается Нью-Джерси. Нижняя часть Нью-Джерси. Или, не знаю, верхняя. И вот получается верхняя часть Манхэттена. И где-то вот там, за вот этими высокими зданиями, самыми большими, это самые новые высокие здания, за ними находится центральный парк. В Нью-Йорке 4 основных смотровых, которые я знаю, которые видели либо мы, либо наши друзья. Это Empire, это Рокфиллер центр, это The Edge, новая обсерватория. И обсерватория, которая находится здесь, это World Trade Center. Сложно их сравнивать, на самом деле. У нее каждый есть уникальная особенность. На то они и востребованы, обсерватории. В какой-то есть стеклянный пол, в какой-то вид под открытым небом, в каких-то 360 градусов. Стоит сюда подняться, я думаю, да. Единственный минус этого места, что отсюда не виден центральный парк. Но, в отличие от Рокфиллера, откуда виден центральный парк, где я тоже был, здесь виден Нью-Йорк намного шире. Здесь обзор 360 градусов. С Рокфиллера обзор не такой. Все, на этом видео закончим. Если вы, кстати, хотите сэкономить, то можно купить Нью-Йорк Сити Пасс, который мы брали в первую поездку. И по нему довольно-таки выгодно. Мы там экономим практически процентов 40, даже 50. Даже паром до статуи свободы там тоже включен. Все, увидимся в следующих видео. Переходите в тексты, мы там опишем все гораздо подробнее. Дадим кучу советов по Нью-Йорку. У нас уже такой текст один есть. Скоро напишем второй. Все будет под видео. Пока. Итак, здесь есть типа стеклянный пол, но он полностью из экрана состоит. И страха, что ты ходишь по настоящему стеклянному полу, вообще нет.